приветствуем братья и сестры слава богу за эту возможность что мы сегодня пришли в дом божий поклониться господа он достоин этой славы сегодня у нас особый день потому что в этой стране мы отмечаем праздник матери наверное во всякой стране отмечается этот праздник день матери все-таки какое благословение когда мы имеем матерей на этой неделе когда читал книгу когда было вот трудное время когда шли поголовные аресты большие семьи по 10 человек забирали отца и мать детей сажали на подводы и увозили по детским домам распределяли представляете мать и отец и детей забрали это почти во всякой большинство во всех семьях было такое время когда пережили забирали отца и мать или мать 10 детей отца убили мать умирает дети остаются с малым даже совсем маленьким ребенком такое вот было время слава богу за то что мы живем сегодня в этой стране такое время когда здесь почитают мать слава богу что господь послал всем нам добрых матерей которые любили господа которые оставили свой след в нашей жизни на этой неделе вот совсем произошел такой случай когда зашел в ланч рум на работе и увидел открытку которую должны подписать у кого-то кто-то умер это часто очень у нас происходит потому что компания большая но это в нашей комнате где мы находимся я стал размышлять кто же это может быть что случилось и вспомнил что уже два дня должен человек быть и на работе а его нет а под когда спросил горит умерла мама на этой неделе как раз перед праздником но матери ее не стало я с этим человеком но часто общаюсь потому что мы вместе работаем я спрашивал его задавал вопросы что это за человек вообще интересный человек заходит когда домой сюда в ланч рум он никогда не поздоровается заходит положит в холодильник что надо и выходит я первое время как-то хотел сказать что с тобой почему ты не здороваешься один раз сделал и больше не здоровался на пасху я говорю ты наверно в церковь пойдешь это особый день пасха многие люди приходят церковь даже кто-то и не ходит нет нет я в церковь не хожу говорю почему ведь надо же прийти говорю поблагодарить бога он говорит этот день у моей мамы шопинг день шопинг день говорит я ее вожу по магазинам каждое воскресенье думаю какой какая жалость говорю в этот же день скажите ей нужно в церковь пойти вот на эту пасху я разговаривал нет говорит это бесполезно найти матери оставляют след в жизни своих детей и вот этот вот след он отрицательный этот человек возраста такого как я не имеет семьи это уже второй человек с которым я общался и когда в школе точно такая же ситуация матери оставляют след в своих детях слово божие говорит такие слова эфицианам 6 глава 2 3 стихом у нас сегодня не только вот день матери но у нас сегодня еще молитва о наших детях каждое второе воскресенье мы молимся также и о детях и поэтому я сегодня хотел просто прочитать вот это место эфицианам 6 глава 2 3 стих что почитай отца твоего и мать это первая заповедь с обетованием да будет тебе благо и будешь долголетен на земле ну буквально две недели назад мы похоронили нашу сестру в господи тетя нину бабушку нину как мы все знаем и мы услышали о ее жизни какое-то было приятное доброе свидетельство всех детей найти ей было почти 94 года как вот мы слышали свидетельство она говорит я проживу очень долгую жизнь потому что я горит она горит я почитала своих родителей так вот мы слышали свидетельство это действительно 90 почти 4 года прожила господь благословил почитая отца твоего и мать твою это первая заповедь с обетованием да будет тебе благо и будешь долголетен на земле это для вас дети бог оставил вот эту заповедь чтобы мы почитали маму свою и папу тогда будешь ты долголетен на земле сейчас многие поколения не доживают до 40 лет после 40 лет умирают многие потому что они не почитают своих родителей особенно это после войны это было так часто видно материнство это особое счастье мы читаем в библии это высшее счастье материнство и тогда когда мать бездетна это сильно удручает ее братья сестры как это важно важно иметь добрую любящую маму и ребенок всегда тоскует по маме матери всегда оставляют след я так вот вчера рассидел размышлял вспомнил тот момент когда мы я еще не знал когда мы уже начали ожидать ребенка жена как-то в секрете это хранила но я стал замечать что-то особое особо на своей жене найти с этого момента зачатие ребенка все мысли и чувства матери передаются ребенку и оставляет на нем неизглядимый след отпечатки все что происходит в ее жизни это впитывается в ребенка который еще только развивается я я знал это и много лет назад почти двадцать пять лет когда мы здесь жили были вот у нас трудности как раз оля носила аниту о трудности вот все переживания не устроиться в церкви было слава богу сейчас у нас совсем другая обстановка слава богу но было вот то трудное обстоятельство и она когда носила дочь я сильная и мы переживали об этом говорит я боюсь чтобы что-то ну не повлияло на ребенка и мы молились об этом чтобы ребенок был счастливый радостный молились об этом знаете это все передается на ребенка слава богу что мы сознаем это и чувствуем вот эту ответность ответственность ответственность и то что происходит в жизни оно влияет на ребенка влияние матери что посеет в душу ребенка мать то и пожнет нравственное состояние детей почти на всю жизнь их зависит большую частью от нравственного влияния на них матерей кто-то сказал дайте нам лучших матерей и у нас будут лучшие дети богобоязненных матерей у вас будут лучшие дети найти в нашу церковь приезжал когда-то покойный брат который пел песню автором был этой песни этой песни эта песня звучала так наши предки народной памяти оставляли следы штрихи жизнелетопись дети правнуки до последней прочтет строки отцы и матери добра наставники какие вы следы оставили в сердцах детей своих детей видите отцы и матери они оставляют штрих след какой-то в своих детях на всю жизнь и как с этим человеком как мать его научила так он и живет поэтому как важно когда мама носит ребенка вот чувствовать это влагать в него все доброе знаете я осознаю это почему когда мама носила меня она сильно любила стихи она читала стихи рассказывала в церкви стихи и недаром это все передалось мне это все передается детям и все наши радости и все наши скорби и чем мы занимаемся все это передается и как важно вот это вот подготовить своего ребенка которого носишь под сердцем поэтому это все передается отцы и матери добра наставники какие вы следы оставили в сердцах детей своих детей мать это судьба ребенка когда мы читаем вот Тимофея ну как то эта история особо ну трогает мое сердце и когда мы читаем второе послание Тимофея первая глава третьего стиха по пятый стих здесь написаны такие слова апостол Павел пишет благодарю Бога которому служу от прародителей с чистой совестью что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих день и ночь и желаю видеть тебя вспоминая о слезах твоих дабы мне исполнится радости приведя на память нелицемерную веру твою которая прежде обитала в бабке твоей лаиде и матери твоей евники уверен что она и в тебе знаете этот человек когда апостол Павел проповедовал уверовал и он видел что этот человек знал писание он был наставлен в духе божьем и когда он познакомился с этим человеком он узнал что у него отец был из язычников отец из язычников а родители иудеи знаете два как бы стана два разных лагеря одни поклоняются чужим богам а другие поклоняются живому богу наверное я думал что отец пересилит но смотрите здесь мы видим что здесь говорится приводя на память нелицемерную веру твою которая прежде обитала в бабке твоей лаиде вера в бабушке эта вера не была сегодня как у многих сегодня это вера эта вера была нелицемерная сегодня очень много лицемеров среди церквей один человек с ним часто общаюсь я не хожу в церковь почему а я дома поклоняюсь богу я также пою песни там лицемеры и он сам как-то по себе я говорю да разве так можно нужно приходить в церковь вместе с народом божьим поклоняться словословить его вместе со своей семьей вот 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 говорит молись за меня он человек ходил в церковь а сейчас ну знаете да и сам немножко другой не как все приводя на память нелицемерную веру твою брат сестры дети все замечают и в маме и в папе какая вера как мы стремимся в дом божий что мы там делаем когда приходим может быть только один раз утром как мы поем они все замечают какая внутренняя наша жизнь какая наша жизнь дома когда вне церкви и бывает что в церкви одно лицо а дома другое лицо как один мальчик сказал папа говорит всегда когда выходит на каферду он всегда плачет а дома на маму кричит смотрите два лица нелицемерно здесь они увидели нелицемерную веру которая обитала в бабушке вот эта бабушка любила Бога она научила и свою дочь свою дочь как мы читаем здесь матери твоей евники уверен что она в тебе она передала вот эту вот нелицемерную веру своей дочери мать передала вместе с бабушкой своему сыну тимофею и поэтому мы считаем вот это чудное послание какое благословенное сколько здесь прекрасных истин в этом чудном послании и именно это место для молодого человека вот эта вера нелицемерная как важно иметь вот такую веру иисус христос своей проповеди посвятил целую главу людям которые лицемерно верили на углах останавливались делали многое подобное знаете и христос обличал их это сильно действует отрицательно не только на детей но и на общество и поэтому многие сегодня не хотят ходить в церковь иногда наши дети когда они были маленькие они всегда прибегали к маме когда упадут расшибут коленку сделают шишку себе или что-то еще в слезах прибегают к маме знаете у мамы особые руки которые так утешают детей братья и сестры такие как никого как у мамы мамины руки которые могут утешать и некоторые мамы как рассказывала одна сестричка говорит когда прибегал в слезах один сын до второй она всегда их утешала говорила такие слова может быть сегодня это смешно говорит у собаки боли у кошки боли там или у птички а у моего сыночка не боли и вот погладит своей нежной рукой и все успокоится один раз второй раз дети продоставят два-три года пройдет а мама опять это же говорит им он посмотрел мама никакая собака не помогает дети растут знаете как важно научить как вот слово Божие говорит вот Исайя шестьдесят шестая глава тринадцатым стихом как утешает кого-либо мать его так утешу я вас и вы будете утешены в Иерусалиме знаете мы имеем такого чудного Бога который как мать утешает детей своих это особая ну как сказать дар матери своей рукой утешить ребенка и погладить его и наверное никогда не нужно бить вот этой рукой знаете по особым местам ребенка эта рука создана для того чтобы утешать его и как важно научить ребенка утешаться Богом тоже братья и сестры это очень важно чтобы они не разочаровались христос сказал я пошлю утешителя он научит вас всему который будет жить вас он послал вот это слово свое которым мы можем утешаться и мамы и папы они читают каждый раз вечером перед сном своим детям это влияние нашей мамы нашей папы на наших детей вот это влияние этого слова Божия вот это нелицемерной верой когда мы читаем если мы читаем то вот это вот оставит отпечаток влияние матери влияние матери на детей как-то это было давно братья и сестры это в 19 в начале 19 или в конце 19 в начале это происходило как-то пришли на благовестие в тюрьму молодые люди и был небольшой хор собрались узники некоторых не выпустили они сидели в камере а некоторых выпустили они сидели и хор пел такую песню о если б смог я снова слышать молитву матери моей знаете многие молодые люди находятся в тюрьме которые пренебрегли всем наставлением отца и матери и поэтому они оказались в таких обстоятельствах вот эта песня звучала о если б смог я снова слышать молитву матери моей и вдруг один молодой человек приблизившись к решетке взволнованно сказал никогда не пойте здесь эту песню снова я ни разу не слышал чтобы моя мать молилась может ваша мать и молилась моя во всяком случае нет единственное что я от нее слышал была ругань если бы она за меня молилась вряд ли я находился здесь такое свидетельство вот этот штрих оставлен в жизни этого молодого человека каждая мать и отец оставляют влияние на своих детей здесь отрицательное как хотелось бы чтобы мы влияли на наших детей добрым своим поведением сдержанностью любовью и любовь она все покрывает всему верить всему надеяться и прочее братья сестры мы оставляем в нашей жизни след на наших детей как Анна молилась как она была молитвенница она просила у Бога Господь отвечал на ее молитвы и как важно в нашей жизни когда мы вместе молимся научить детей что наш Бог живой что он слышит молитвы эти дети должны видеть они видеть тогда когда мы читаем Слово Божие когда мы сопереживаем за других когда молимся за других и говорим детки нам нужно молиться и за них это ложит свой отпечаток на детей когда они вместе с нами когда они молятся и когда мы читаем Слово как мы любим это Слово это все передается и оставляет след своих детей есть еще одна песня отцы и матери всегда спасибо вам за все за все за то что с детства нас Христу направили и с ним мы радостно теперь живем о дай Господь что вместе с вами мы на небесах Христа прославили здесь вновь обращается это благодарность отца мы матерям что они научили нас любить Господа да то что с детства вы к Христу направили вот это обязанность каждой матери и каждого отца чтоб на небесах Христа прославили братья сестры и самая великая радость для матери видеть когда дети служат и поклоняются Господу самая великая радость будет тогда когда мать на небесах встретить свою дочь и своего сына которому она старалась вложить она старалась повлиять на ее святой жизнью и поэтому будьте святы слово Божие говорит Петр как я свят чтоб вот эту святость передать нашим детям я не хочу больше задерживать ваше внимание время уже вышло поэтому я сегодня хотел молодые люди чтоб вы могли поблагодарить что у вас есть мама которая учит вас всему доброму если сын любит мать то он ищет себе потом девушку такая как мама потому что она оставляет след своем сыне он ищет такую и как хотелось чтобы мы оставляли добрые вот эти следы в жизни наших детей чтобы они потянулись к Господу и если в чем то мы не так поступали сегодня есть возможность исправить все исправить перед Богом исправить перед своим ребенком и Господь сделает эту милость поэтому мы особо благодарны Богу что если даже и мама и отец оставят написано что в 49 книге пророка Исаия написано что забудет ли женщина грудное дитя свое чтобы не пожалеть сына своего чрева своего но если она забудет я не забуду у Бога есть как бы вот эта страховка если отец и мать забудут то Господь никогда не забудет он очень смотрит на детей которые оставлены брошены сироты он смотрит за этим слава Богу что мы имеем сегодня детей я хотел молодые люди чтобы вы могли поблагодарить Бога что у вас есть мама папа у многих сегодня этого нет поэтому мы должны особо благодарны Богу что Господь в нашей жизни послал маму папу которые оставили этот добрый след поэтому я предлагаю поблагодарить Бога это не часто один раз бывает помолимся за наших детей которые может быть еще не идут по следам Господа чтобы они могли полюбить все равно пройдет время молитвы они придут на память перед лицом Господа и Господь ответит через пять через десять может быть двадцать пять и пятьдесят лет Бог ответит на молитвы родителей которые молились ему дабы честь и слава аминь помолимся